В городе Бресте водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом виде, меньше не становится. Только если одним из них хватает одного задержания, чтобы сделать для себя соответствующие выводы, то другие предпочитают наступать на эти грабли многократно. С начала текущего года на территории Брестской области к ответственности привлечено около 900 водителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Стоит отметить, что только на территории города Брестка и Брестского района эта цифра составила около 200 таких водителей. Также отдельно отметим, что на территории Брещена по вине нетрезвых водителей произошло 17 ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 23 получили травмы различной степени тяжести. 26 мая текущего года сотрудники госавтоинспекции около 23.00 в переулке Брестских дивизий остановили автомобиль марки «Опель Астра». Оказалось, что за рулем находился 43-летний житель города Бреста в состоянии алкогольного опьянения, который не единожды привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности, в том числе и за езду в нетрезвом виде. Накануне прошло судебное заседание, где рассматривалось очередное дело подсудимого. В выездном судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении жителя города Бреста, который 15 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе череды, четырежды привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Подвергался он различным видам наказания, в том числе связанным с лишением свободы. Освободился в 1922 году и по прошествии менее года вновь сел за рулю транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с тем, когда его сотрудники ГАИ остановили, вел себя неадекватно, агрессивно и, когда был доставлен на свидетельствование, отказался. По решению суда в отношении обвиняемого вынесен нешуточный приговор. Назначить его наказание в виде решения свободы сроком на три года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств сроком на семь лет. Окончательно назначить наказание в виде решения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств сроком на восемь лет. Изменить подписки о невыезде на длежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. На суде и вынесении приговора присутствовали представители автошколы «Аристотель», для которых слушание, будем надеяться, стало настоящим уроком и предостережением на будущее. Проведение подобных выездных заседаний является наилучшей профилактической мерой и наглядным примером для молодых водителей в части неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и последствий в случае их игнорирования. Это позволяет осознать, прочувствовать, насколько пагубным может быть беспечное поведение за рулем. И ребята, они уже до того, как получить водительское удостоверение, право управлять автомобилем, у них есть возможность осознать всю серьезность, всю важность соблюдения, казалось бы, самых простых правил безопасности.